Добрый день, это программа в центре внимания. Сегодня у меня в гостях Мария Маринич, руководитель шоу-балета «Данскрафт». Добрый день, Мария. Добрый день. Я знаю, что вы совсем вот буквально недавно вернулись из Хабаровска. Да. С Большого Дальневосточного фестиваля, или я даже не знаю, Олимпиады танцев, да? В общем... Что там было? Да, мы ездили на танцевальный конкурс, будем говорить так, как среди всех вузов Дальнего Востока. И, в общем, отстояли честь непосредственно нашего университета Амурского государственного. Взяли мы два первых места и одно второе место. В общем, почему? Потому что было очень много номинаций. И вот как бы... В каких номинациях вот вы первые? Первая номинация — это современная хореография, то есть современный танец. Леди стайл. Это сейчас новое направление. Не буду углубляться, потому что очень мало у нас времени. И народная стилизация. Вот. Так что... Это коротко так, да? Это, да, я коротко. Ну, самое главное... А кто были члены жюри? Кто оценивал? Члены жюри были у нас президент Общероссийского танцевального союза, Москва. Были руководители дальневосточных коллективов Владивосток-Хабаровск. Вот. Ну, в общем, очень грозные дяди эти. Такие компетентные люди, да, которые понимают. Очень, да. То есть это профессионалы своего дела, собственно говоря. И было за что страшно. И было к чему как бы стремиться и видеть, и понимать, что мы... В общем, как сказать, что мы не одни такие... Достойные, да. Достойные, да. Что коллективов было очень много, и тем более такое жюри, да, судьи очень было как бы боязно. Мандраж был, да? Очень сильно. Когда отсматривали вот других выступающих, что-то для себя отметили, да, в чём-то вы проигрываете, выигрываете. Я понимаю, что первые места — это вот вам большой плюс. Это вы... подтверждение того, что вы вот где-то на ступеньку выше, да? Но были те, которые вот вас удивили, восхитили? Есть что у них взять? В общем, как бы мы идём в своём направлении, и в своём направлении мы лучшие. Хочу сказать так. Где мы заняли номинации, мы взяли это... Это объективно лучше. Это объективно, да. То есть это бесспорно, это идёт так, как оно должно быть. Естественно, есть определённые какие-то моменты, где нужно улучшать это 100%. Это джаз-модерн, как бы, но, тем не менее, мы на это не делаем акцент. Это как общая дополнительная. То есть, опять же, в это углубляться не буду. Но хочу углубиться непосредственно это в народные танцы, чего, к сожалению, у нас не хватает. Вот здесь, да, здесь нужно учиться, здесь нужно смотреть и так далее, и так далее, потому что народности — это есть народности. Это всем было интересно, и тем более студентам. Это красочное такое зрение. Да, 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 да. И тем более студентам, которые, как бы, непосредственно ходят в наш коллектив. Подготовка наших участников вот танцевального коллектива хороша? Было времени очень мало, но, тем не менее, мы собрали себя и подготовились. Хороша. Состав у нас очень сильный. Почему? Потому что, опять же, это выпускники танцевальных коллективов. То есть, хочу отметить, что как бы наш коллектив... То есть, люди не первый год занимаются. Совершенно верно. То есть, коллектив у нас студенческий. То есть, и получается, что к нам приходят выпускники различных коллективов. Есть, конечно же, то есть, уже ученики непосредственно донскрафта, которые уже ходят 10 лет, 6 лет с самого начала возникновения нашего коллектива. Но подготовка была очень трудной, но достойной. Я вас поздравляю. Да. Замечательный результат. Донскрафт. Да. Какое-то время не было слышно вот этого названия, да? Да, два года у нас не было. Где вы были? Что с вами было? В течение двух лет нас в ОМГУ не было. Вот, мы были при Министерстве образования, и мы создали проект, хочу отметить, Академия танца. Ну вот, да, у вас большее значение Академии танца. Вот, мы создали этот проект пробный, то есть, это как больше проект хип-хоп танца, вот, который развивается на Дальнем Востоке, очень эффективно, очень быстро. То есть, собственно говоря, он, этот проект и остался, но только для маленьких детишек до 13 лет. До возраста молодёжи, грубо говоря, так. Попробовали. Мы научились кое-чему, то есть, при этом проекте отметили для себя кое-какие моменты, вот, и вернулись в ОМГУ. То есть, Андрей Долевич Пултенко вернулся, и мы вернулись. А, с этим связано, да? Да, с этим на 100% связано, то есть, только с этим. Потому что всё-таки «Моденскрафт» мы открывали при Андрее Доличе, то есть, определённая у нас политика студенческая, да, то есть, у нас ОМГУ всё-таки развивает не только гуманитарий, но и культурную часть, и очень неплохо. И мы как бы доказали тому, что мы лучшие на Дальнем Востоке непосредственно не только по гуманитарии, но и в сфере культуры. Марин, что-то даёт вот эта победа? Да. Что конкретно вот коллективу, да? Во-первых, это непосредственно само звание, да, повышение уровня нашего непосредственно коллектива «Донскрафт». Нет, уверенность в себе, да? Уверенность в себе, это в первую очередь. Дальше, конечно, хочется большего. То есть, как бы хочется уже не Дальний Восток, хочется уже как бы и Россию, и всемирные конкурсы, именно студенческие, хочу отметить, чтобы люди… Ну вот эта победа даёт вам право уже куда-то выставляться дальше, да? Конечно, конечно, уже на всероссийских конкурсах, естественно. Хочу отметить, что мы не первый год там побеждаем, то есть это уже третий год, но именно так прогрессивно, именно что у нас непосредственно столько призовых мест, да, не одно, не два, а три, то, конечно. То есть там, да, у нас идут определённые баллы, и мы попадаем на всероссийский конкурс. Что говорили судьи, когда вот выносили вам такой радик? Ну, во-первых, они очень рады непосредственно харизмой наших студентов, активностью, как они танцуют, как они… Именно исполнение, не то что техника, а сам характер, сама… Артистизм, да? Да, самоподача. Это до такой степени кайфово, драйвово, вот, что как бы они выделялись из тысячи, из тех танцоров, которые там были. И я не просто что руководитель, я как зритель, мне мурашки по телу сейчас идут. Это на самом деле на них смотришь и просто драйвуешь. Сама подача танца была не, как у всех, не эстетически правильная, может быть, я так сейчас… Эмоционально. Эмоционально, да. Этого не хватает вообще у многих танцоров. Но мы пытаемся этим самым и выделяться из всех. Мария, а это чья заслуга? То есть вот непосредственно тебя, как руководителя, либо вы приглашаете кого-то, чтобы вот именно этот артистизм развивать? Это заслуга нас всех. Во-первых, студентов, что они уже взрослые, они уже осознают, заслуга моя, что как бы я пытаюсь до них донести. Заслуга других преподавателей обязательно, потому что мы приглашаем обязательно различные мастер-классы, каждый преподаватель приносит своё какое-то новшество к танцорам. И это всё съедается, и потом получается очень хороший продукт. То есть вы не просто занимаетесь чисто техническими танцами? То есть у вас всестороннее развитие? Мы всестороннее, естественно. То есть мы фанаты танца, но помимо танца нужно ещё что-то большее. Понятно. Где можно теперь увидеть ваш коллектив? Везде. Где-то будете выступать? Везде, естественно. Выступаем сейчас как бы на всех площадках наших города Благореченска, на открытиях, закрытиях каких-то либо фестивалях. Любая возможность, да? Конечно. Но опять же, это же как бы где-то от нас зависит, где-то мы сами себя предлагаем, где-то нас приглашают. Как бы, ну это естественный такой отбор. Будете ли вы теперь в этом коллективе выступать организатором каких-то танцальных проектов? Обязательно. Как это было в Академии Танца? Да, раньше как Академия Танца мы организовывали Тенденс, хип-хоп фестиваль был у нас, Амурденс, это танцевальный был дальневосточный конкурс. Да. И не в этом году, а в 2013 году, ну конец света, я думаю, что не будет. Вот. У нас будет танцевальный конкурс Тенденс. Вот. Дальневосточный по современной и народной хореографии. Уже на базе Амурского государственного университета. То есть вы уже сейчас к этому готовитесь? Да, уже постепенно, потихонечку готовимся, потому что это очень ответственно. Ну, собственно говоря. И хочу сказать, что мы первые, которые делаем именно дальневосточный конкурс, что приезжает сюда не только коллективы Амурской области, но и коллективы Дальнего Востока, Хабаровск, Владивосток, Биробиджан, вот, и так далее. То есть я надеюсь, что… Это очень хорошо, конечно. Это да, это показатель очень сильный для развития нашей культуры как бы Амурской области, что мы как бы достойны того, чтобы к нам приезжали. Мария, спасибо вам большое за разговор, за то, что вы пришли. Я в вашем лице поздравляю весь ваш коллектив. Да, очень приятно. Первыми местами с одним, вторым. Вы большую работу делаете. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Я телезрителям напоминаю, в гостях у меня была Мария Маринич, руководитель шоу-балета «Данскрафт». Благодарю всех за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин